Беспокоит меня мой сын, я сильно больна, могу каждый день уйти в мир иной. А сын деликатный, чувствительный, как девочка. Есть такой тип мальчика, ему 28 лет, живем за границей, мне страшно его оставить одного. Не бойтесь, у него хорошая судьба будет. Что мне делать? Это не он помогает мне, а я ему. Как помочь ему эзотерически стать смелым решителем? Не нужно, у него будет очень хорошая судьба. Отца у него не было, не бойтесь за него. И даже если у него отца не было, если он такой, как девочка, ничего страшного, он хорошо будет жить, у него хорошая судьба. Сын работает, потому что так надо, но он не понимает значения денег, попросту не понимает. И не нужно не переубеждать его, он проживет жизнь богатого человека, везучего, у него будет свое имущество, он будет очень успешным человеком. Не нужно никак помогать, все хорошо. В вашем случае не стоит беспокоиться. Андрей Андреевич, скажите, обряд золотого Будды можно проходить с родной сестрой, если заплатила одна обе кайласовки? Можно. У внука начало болеть яичко, у него работа связана с тем, что он 14 часов на ногах. Как можно помочь ему? Пусть заваривайте ему мускатный орех, 1 чайная ложка на стакан кипятка, пусть принимает мускатный орех по стакану 2 раза в день, 30-60 дней. Также прикладывает вот такую марлечку к яичку, смоченную таким мускатным орехом. Можно смазать, пусть пьет рутин, легко хода, пусть смазывает, можно попить аскорутин аптечный, пусть смазывает вариковозиновой мазью моей. Ильяна Спинелли, хотелось сделать тату на руке с рукой Фатимы без глаза, вместо глаз сделать шестиконечную звезду. Не нужно на руках делать татуировки, это все не очень хорошо. Вот серьезно вам говорю, не делайте. Ваджру можете.